Привет из Беларуси! Иду сегодня мимо коржка, видите, ростки уже розовые показались. Середина февраля, бегония хорошо отдохнула, и пора ей уже заниматься. Так, это что-то у меня тут сидит отдельно. Ага, тоже, как видите, вот, росточки есть. Всегда надо всё подписывать. Вот думала, что вспомню, не вспомню, что это. Ну, посажу отдельно. Ладно. Так что, если у вас бегония где-то хранится, проверьте, проверьте. О, она уже стала расти, как видите. Это моя жёлтая такая, махровая. Уже и ростки большеватые. Ну, ничего, придётся закопать её так тоже. Видите, что делается? Давно пора, надо было уже переросла. Я вот такую не люблю уже бегонию, конечно. О, вот этот клубень вот в хорошем состоянии. Надо было чуть раньше достать. Вот. Я люблю вот такие вот, когда только почки наметились, тогда и форма будет хорошая. Ну, в принципе, если, знаете, будут ещё какие-то другие здесь почки, то это можно будет выломать. Ну, пока пусть растёт. Так и посажу. На свет поставлю. О, вот это вот в хорошем состоянии. О, видите, только наметились ещё розовенькие такие почки. Клубни большущие тоже. Мои такие старенькие бегонии. Так, кто там у нас ещё есть? Вот. Тоже неплохое состояние. Ну, в общем, да, пора, 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 пора доставать нам с вами наши все клубни. Ну, и тут видно, почечки светятся. Беру вот такую ложку. Сюда грунт. И будем сейчас с вами раскладывать клубни. Я сажаю до переезда в теплицу очень всё плотно. У меня мало места, но если у вас позволяет ваше место на подоконнике, то лучше каждую клубень посадить в какую-то отдельную плошечку. И потом просто достать из неё, перекинуть уже в окончательный объём. Я пока буду делать так. Вот. Примерно клубень до середины засыпан. Так, чтобы ещё вершки торчали сверху. Вот верх клубни у меня. Видите? Ну, этот огромный, он и будет торчать. Немножко я его присыплю. Грунт беру обычный рассадный. У меня двина грунта. Я его ещё подкисляю. Ну, у меня немножко здесь перлита добавлено. Можно добавлять, можно не добавлять. И вот так высаживаю. Но надо держать всё время в слегка влажном состоянии. И поставить уже на свет, конечно, бегонию. То же самое проделаем со всеми остальными. Теперь давайте разбираться с гибридными бегониями. Значит, я их храню в двух видах. Вот такой вид молодых растений. То есть, черенкую осенью или поздно летом. И в виде ещё маточника. Вот такого куста. Но это я только первый год так храню. Обычно у меня нет для этого места. И я их вот в таком виде молодых растений на подоконнике передерживаю. Без досветки. Просто на подоконнике зимой. Как, наверное, многие из вас. Значит, осенью, когда я показывала, как я черенкую, на меня прям навалили, что я неправильно всё делаю. Но мои зрители, мои бегонии видели. Поэтому я сейчас просто расскажу, почему я беру верхушный черенок. Вот я посадила верхушный черенок. Да, у него пазухи были вот эти, как бы испорчены в кавычках, бутонами и цветком. То есть, если из пазухи лезет уже бутон, и потом в дальнейшем бегония цветёт, то эта пазуха уже не продуктивная, из неё не будет побега. Но за зиму наши бегонии сильно вытягиваются. Оставлять её вот в таком виде никто не будет. Я делаю так. Я перечеренковываю. Для этого беру вот эту вот верхушку. Да? Я прямо ломаю. И у меня получается вот такой черенок. Хороший, крепкий, со свободными пазухами. Из них будут идти хорошие побеги. Ну, я тут длинновато сломала, конечно. Можно покороче вот так сделать. Этот лист уберём. А вот этот оставим для укоренения. Вот такой черенок. Он получается у нас крепкий, хороший, молодой и с продуктивными пазухами, с которых потом пойдут побеги. Точно так же я делаю... Да, что делать вот с этим, что осталось? Выбрасываю. Тут уже ничего из него не будет оставлять, бесполезно. Поэтому я выбрасываю это всё. Точно так же поступаю со всеми остальными. Вот, смотрите. Ну, зачем мне вот такой черенок? Он мне такой не нужен. Я беру верхушку, отламываю. Вот. Красота же. Уже даже с бутоном. Это всё выбрасываю. Ну, в общем, понятен, да, мой посыл. Ничего криминального в моих действиях нету. Все мои действия обусловлены физиологией растения. И поскольку я этим занимаюсь уже не первый год, поэтому поступаю я вот так. Так, вы можете мой опыт брать на вооружение, можете не брать и делать по-своему. Я просто вам показываю, ну, раз у меня уже цветоводческий канал, как я делаю. Значит, что из вот этого растения? Здесь мы тоже берём просто и выламываем черенок любой, верхушечный, потому что это растение у нас не цветёт зимой. Они тоже у меня стоят без всякой досветки, просто на подоконнике. Поэтому, ну, вот черенок, пожалуйста, ну, возьмём вот такой. Вырвем, положим его, чтобы он высох у нас. Обязательно. Вот ещё одна вот эта процедура. Да, черенок должен подсохнуть. И на сломе или на срезе, как хотите, можно резать, но не забывайте обрабатывать инструмент. Ну, а когда мы ломаем, нам инструмент не нужен. Вот этот срез, вот, он должен подсохнуть. Здесь он должен, такая пробочка быть, чтобы закрыть поступление всяких инфекций сюда. И, конечно, я беру какой-нибудь укоренитель. И ещё способ тоже не новый. Я укореняю в перлите. Вот у меня приготовлена плошка с перлитом. Он уже у меня влажный. И больше мне ничего не понадобится. В этой плошке дно сплошное. Тут нет отверстий, потому что перлит очень быстро пересыхает. Надо внимательно следить, чтобы бегонии не засохли в нём. Проверять вот так вот, чтобы вам было влажно, чтобы ваши фаланги пальцев чувствовали влагу. И сюда мы с вами сейчас и посадим бегонию. Пусть они у нас подсохнут. Итак, наши черенки полежали. Всё с ними теперь в порядке. Будем их высаживать. Я всегда делаю отверстия. Перлит материал очень такой плотный, крепкий. А черенок у бегонии, естественно, что он нежный. Если мы будем просто толкать, мы переломаем черенок. Поэтому лучше сделать отверстие и хорошенько зажать. То есть при лёгком вот таком прикосновении к листу и желании достать черенок, у вас черенок доставаться не должен. Ну и точно так же мы поступаем со всеми остальными. Лучше делать так, чтобы листья черенков не соприкасались. Черенки посажены. Я их поставлю просто на подоконник. Под лампами у меня места нет. Накрывать ничем не нужно. С поверхности перлита будет испаряться влага. И её хватит для того, чтобы бегония хорошо и в таком прекрасном виде дожила до укоренения. Так что метод этот простой. Будем ждать недели две. Процесс этот небыстрый. Но у меня на сегодня всё. Пора прощаться. До свидания. Надеюсь. До скорого.